Ночными омовениями праздник Крещения Господня не заканчивается. В течение всего дня, 19 января, сотни верующих приходят в церкви и к прорубям Иорданям, чтобы на весь год запастись святой водой, которая, как считается, в праздник Крещения приобретает поистине чудодейственные свойства. Съемочная группа нашего телеканала отправилась в Воскресенский кафедральный собор Твери и посмотрела, как там проходят крещенские празднества. В Воскресенском кафедральном соборе Твери утром во вторник, 19 января, было многолюдно. Десятки верующих пришли в храм, чтобы принять участие в праздничном богослужении, посвященном Крещению Господне. В этот день православными христианами вспоминается евангельский сюжет об Ааане Крестителе, который проповедовал на реке Иордан. В это же время, рассказывает Евангелие, к людям пришел Иисус Христос, который принял участие в обряде Крещения. Когда Иисус Христос, Иисус из Назарета тогда известный, вошел в реку Иордан, раскрылись небеса. Иисус Христос, небесный голос Его небесного Отца сказал, это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И третий, и послать Божества Святой Троицы, Пресвятой Дух, сходит на него. Тем самым, таинственно, непостижимо, но в то же время так торжественно, всему миру была явлена тайна Божества Пресвятой Троицы. Отсюда еще одно название праздника – Богоявление. По традиции, в этот день верующие приходят в церкви за крещенской водой. Освященная жидкость, рассказывают священнослужители, приобретает целебные, даже чудодейственные свойства. Святая вода помогает бороться как с физическими, так и с душевными недугами, говорят представители Русской Православной Церкви. В воде сообщаются особые свойства, великим чином она освящается. То есть, обладает такие же свойства, как река Иордан, как будто в нее своим причистым телом погрузился сам Христос Спаситель. И вообще, для каждого из нас, верующих людей, сила благодати Божия имеет огромное значение, потому что без нее ничего нельзя доброго сделать, нельзя иметь мир в душе, нельзя иметь успех в делах только при помощи Божьей, при помощи его божественной благодати. Об особых свойствах, которые вода приобретает в крещение, говорят и сами верующие. Многие из тех, кто пришел этим утром в собор, набирал воду не только для себя, но и для всех своих родных и близких. Кто-то планирует пить воду, кто-то освящать ею свое жилье. Во-первых, надо прийти и всех своих домочадцев обязательно по ложечке. Верят они, не верят, зато мама с папой верят. Поэтому мы обязательно всех деток, внучат, угощаем святой водой. Я взяла много, потому что внучкам, сестре она болеет. И детям пью каждое утро, обливаю, обрызгиваю квартиру. Чтобы, как сказать, и здоровье было в порядке, и чтобы в семье было все нормально. Склад, да, склад, как говорится. Утром пощак можно выпить, вот так умыть. Обычно дом окрашаем, окрашаем, ну и пьем по необходимости. Православные христиане будут отмечать крещение Господне до 26 января. В течение этого времени в церквях будут проходить праздничные богослужения, а верующие будут ходить друг к другу в гости, готовить угощения, поздравлять друг друга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова